Вести Карачаева, Черкесия На следующей неделе в Государственном Кремлевском дворце состоится совместный концерт трех республик, посвященный столетию Карачаева, Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. 1 ноября Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова выступит с новой юбилейной программой в Черкесске. И спортсмены Карачаева, Черкесии успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Далее подробно. Правительство страны запускает промышленную ипотеку. Новый инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности. Это промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено. Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений. Ну а это, как правило, весьма затратная часть сметы. Поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова На территории Карачаева-Черкесии работали 157 избирательных участков и 10 тиков. По итогам 43 компаний будут распределены 460 мандатов. И в продолжение этой же темы. Более 56 тысяч избирателей Черкеска проголосовали на трехдневных выборах в Гордуму. Явка избирателей на выборах в Городскую Думу Республиканской столицы 6-го созыва, по итогам которых будут распределены 33 депутатских мандата, составила более 68%. Своим избирательным правом воспользовались почти 57 тысяч горожан. Всего в городе зарегистрировано более 83 тысяч избирателей. Из них около 800 впервые голосующие. В Карачаево-Черкесии за 10 лет отремонтировали и построили около 50 дамб. В этом году досрочно завершилось строительство дамбы протяженностью 2,5 км на реке Уруп в юго-восточной части станицы Приградной. Изначально строительство этого объекта планировалось начать только в текущем году, но было перенесено на 2021 год в связи с высоким риском подтопления около 300 домов. Наш регион относится к числу высокорисковых по паводкам субъектов России. Ежегодные подъемы рек создают угрозу размыла берегов и затопления прилегающих территорий. В селе Джага на реке Ишкакон в текущем году будут также отремонтированы две дамбы общей протяженностью более 3 км – 300 метров. Карачаевский и аулии Адыгихабль по одному гидротехническому сооружению на реках Тиберда и Малый Зеленчу по более 2 км. Площадь деплодовых садов республики планируется увеличить до 1600 гектаров в ближайшие 8 лет. К 2030 году планируется увеличение площадей плодовых насаждений на 800 гектаров. Объем производства при выходе на полную мощность всех садов до 64 тысяч тонн плодов в год. И сейчас, напомним, основные сельхозпроизводители плодовой продукции приступили к сбору урожая. На сегодняшний день с площади 15 гектаров собрано 559 тонн яблок. Ожидаемый объем валового сбора – 12 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 20%. В рамках национального проекта «Культура» в ауле Псы Жабазинского района появится новая школа искусств. Еще один сельский очаг культуры уже в ноябре этого года распахнет свои двери для аульчан. К слову, возведение объекта ведется согласно графику. Информацию комментирует заместитель председателя Народного собрания Республики Мусаик Зыков. Внес дополнение, чтобы еще сделали ночную подсветку фасадов, чтобы такое красивое, замечательное здание, творческое. Еще и ночью очень ярко, красиво осветилось. Но это небольшие дополнения, изменения, это все сделали. Еще с главой села и с главой района, тоже вместе со строителями, поговорили о том, чтобы сделать дальше, шире сделать, может быть, благоустройство. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома, рассказывает министр туризма и курорта в Республике Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Дамбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километров, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории «Дамбая». Поэтому «Дамбай» также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. На следующей неделе, 20 сентября, на главной сцене страны, в Государственном Кремлевском дворце состоится совместный концерт трех республик, посвященный столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. В рамках празднования юбилея торжественно откроется и соборная мечеть Черкеска, одна из самых вместительных на Северном Кавказе, где одновременно пять тысяч верующих смогут совершать молитву. Готовится также к открытию поликлиника в Карачаевске. Новое современное здание на 350 посещений в смену. В октябре текущего года Черкесск примет финал Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион». Ключевое мероприятие состоится в обновленном здании Республиканской госфилармонии. Планируется, что к этому дню торжественно откроется филармония. Здесь велась филиграмная работа по реставрации здания с сохранением исторического архитектурного облика и декоративных элементов. Кроме того, будут запущены крупные проекты в агропромышленном и промышленном сферах. Речь, в частности, идет о запуске двух малых красногорских ГЭС и о открытии крупнейшего на юге России мясоперерабатывающего завода по производству баранины группы компаний «Домоты». По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, проект благоустройства Центрального парка в Усть-Джигуте получит грант в размере 85 миллионов рублей. На территории появятся зоны отдыха и рекреации, рассказал куратор конкурсной заявки Ринат Хатуаев. По его словам, проектом предусмотрено благоустройство Центрального парка Усть-Джигуты общей площадью около пяти гектаров и прилегающей территории. Люди сами выбрали место, которое будет благоустраиваться. Было голосование. Голоса разделились между набережной реки Джигута и парком. 70% жителей проголосовали за благоустройство территории парка. Скажем так, в нем сосредоточены все административные культурные учреждения, которые есть в Джигуте. И, в принципе, в Джигута можно считать этот парк точкой отчета. Там была станица, там был храм, на территории парка находится. Больше всего мне запомнилось то, что люди хотят питьевой фонтанчик. Буквально все поколения. То, что они хотят, зависело, наверное, от того, кто выступал. Если это молодежь, то им нужно Wi-Fi, красивое место для фотографий, где попить кофе. Более взрослое поколение, так как там на территории парка находится вечный огонь, там много памятников установлено. И они хотели бы поддержать такую более торжественную атмосферу в парке. Этот парк позволяет сейчас повысить качество жизни жителей из Джигуты, сделать это место для них более удобным, более комфортным. И именно так, как они этого хотят, вплоть до каких-то готовых архитектурных решений предлагают люди. Более ста водителей общественного транспорта республики привлечены к административной ответственности за различные нарушения. Таковы промежуточные результаты оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Об этом сообщила старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Виктория Манушина. Целью данного мероприятия является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. На сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции проверено более 180 автобусов и выявлено порядка 110 административных правонарушений, среди которых имеются и такие, как управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующей категории. Продолжается всероссийский конкурс проектных команд в сфере туризма. До 20 сентября представители Карачаево-Черкесии могут подать заявку на конкурс проектных команд, проводимый в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Победители получат удостоверение о повышении квалификации, путевку в Москву на церемонию награждения и шанс быть зачисленным в базу данных Национального кадрового агентства. Цель конкурса – поддержка руководителей региональных органов власти в сфере туризма, а также проектных команд, которые занимаются туристическими стратегиями в российских регионах. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса. В 2022 году в числе победителей оказались две организации из Карачаева-Черкесии. Благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги к 100-летию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии. Для этого мы хотим как раз таки создать видеокнигу к 100-летию Государственной национальной библиотеки Карачаева имени Халимат Бастюня Байрамуковой. Всю первую публичную библиотеку основана в 2022 году прошлого века в столице Батлопашинской, которая ныне-то Черкесской, столице Прочеркесской республики. И эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственной республики. Она пошла большой и сложный путь развития и отображала, в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. Всправление интернета, да, ситуация изменилась, но само учреждение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» — это не о библиотеке, точнее, не только о библиотеке. Она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики — русских, врачаевцев, ногайцев, черкесов и абазин. Мошенники начали ловко подделывать приложения банков, чьи мобильные версии банковских клиентов удалили из App Store и Google Play из-за санкций. Региональные минцифры напоминают быть более бдительными. Не скачивайте программы с неизвестных сайтов, из неофициальных магазинов приложений, или переходя по ссылкам, которые вам прислали с незнакомых аккаунтов. Получить информацию о статусе приложения можно на официальном сайте банка. Ссылки на них доступны на сайте Центробанка. Если вам пришло сообщение от банка в соцсетях с призывом перейти по ссылке, не спешите. Сначала проверьте, есть ли рядом с именем профиля галочка, это значок верификации. Если его нет, вам пишут злоумышленники. Если вы купили телефон с рук, не используйте установленные на нем приложения, они могут быть поддельными. Этот совет особенно актуален теперь, так как на различных маркетплейсах людям предлагают купить устройства с установленными приложениями банков, удаленными из App Store или Google Play. В Карачаево-Черкесии обновили дорогу к курортам. Свежеасфальтовое покрытие будет сопровождать на протяжении 14 километров до самой лунной поляны. Здесь также восстановили подпорную стенку, поменяли огромное количество знаков и установили барьерное ограждение. Учитель родного языка гимназии номер 19 Черкеска Джамиля Узденова представляет нашу республику на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства лучший учитель родного языка и родной литературы, который проводится впервые. Участникам предстоит показать себя в медиавизитке, продемонстрировать профессиональные навыки на конкурсном испытании урок, провести классный час и поделиться опытом на мастер-классе. Заключительный федеральный этап состоит из двух туров. Заочный уже прошел в августе, а первый и второочные туры с 11 по 18 сентября в Ставропольском крае. 1 ноября государственный Волжский русский народный хор имени Милославова выступит с новой юбилейной программой в Черкесске. Концерт будет представлен в рамках федерального проекта «Мы – Россия», организованного Росконцертом. Юбилейный тур коллектива по городам Юга России и Северного Кавказа посвящен его 70-летию. В программу войдут как легендарные номера, ставшие жемчужинами репертуара, так и новые вокально-хореографические картины и песни. Государственный русский народный хор имени Милославова – единственный из волжских коллективов, которые на высоком профессиональном уровне представляют богатейшие песенные наследия народов по Волжье. Успех концертных программ объясняется сочетанием качества, артистизма и душевной проникновенности исполнения. В республике прошел велопробег, посвященный столетию образования Карачаева-Черкесии. Маршрут прошел от центральной площади Карачаевска и завершился на въезде в Черкесск. 50 велосипедистов преодолели маршрут протяженностью 50 километров. Спортсмены Карачаева-Черкесии подняли флаг республики на пьедестале. Ребята приняли участие в первенстве России по эстафетному бегу, которое прошло в Сочи. Наша команда выиграла бронзу в эстафете 4 на 110 с барьерами среди юношей. В ее составе воспитанники городской спортивной школы номер 3 Ростислав Пудаков, Егор Ковалев, Кирилл Русаков и представитель спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Эдуард Горбузов. Ну и последняя информация. Спортсмены Карачаева-Черкесии успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Призовые места завоевали Азамат Татаркулов, Арсен Мусалаев, Канамат Декушев и Шамиль Балачев. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающие бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33, Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин